Привет, вы на канале Лид Клуб. Читаем краткое содержание повести «Горького детства» с сайта сочините.ру. Читает Алена. Все события происходят в 1913 году в Нижнем Новгороде. Наш герой, Алеша Пешков, рассказывает нам, как он жил после кончины матери и дедушки. Самым первым воспоминанием был момент, когда умер отец. Именно в этот день его мама начала рожать раньше срока. Видно, горе сказалось на ее беременности. Бабушка, приехав к нему в гости и приняв роды у дочери, забирает их с собой. Но в дороге младенец умирает. Акулина Ивановна в дороге много рассказывала внуку сказок, для того, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей. По приезду в Нижний Новгород мальчика представили деду Василию. Все стали расспрашивать Алешу о прежней жизни, и дед Коширин вызвал у мальчика неприязнь сразу же. Все семейство Кошириных проживало в большом доме. На первом этаже располагалась мастерская. Его мать вышла замуж, ни у кого не спросив разрешения, и, конечно же, лишилась приданого. Дедья постоянно ссорились, и дома каждый день происходили драки. Для Алеши это было непривычно и тяжело, ведь раньше он жил в дружной семье. В конце недели Коширин организовал порку внуков за их провинности. Но Алеша вел себя прилично, однако все равно его секли. Однажды он попытался противиться этому наказанию, и дед, разозлившись, засек его до полусмерти. Когда мальчик отлеживался, дед Василий пришел к нему за прощением, и хотя мальчик его простил, на душе у него оставалась долгая обида. Ему сочувствовал Иван Цыганок, который в момент, когда секли Алешу, подставлял свои руки, чтобы мальчику меньше попадало ударов. И вообще этот юноша был подкидышем, воспитанным бабушкой. Он был очень трудоспособным, и поэтому дядьки ругались из-за него. Каждый из них хотел забрать его к себе. В свои 17 лет он был добродушным и наивным. Когда его отправляли за продуктами на рынок, то он тратил меньшее количество денег, чем ему давали, а приносил товара больше. У бабушки возникал страх из-за того, что его поймает полиция. Через некоторое время Иван погиб, надорвавшись от тяжелого креста, который нес на кладбище. Жизнь в доме становилась невыносимой. Весной дед приобрел большой дом и часть комнат сдавал в наем. Алеша поселился с бабушкой в уютной комнате с чердаком. Акулина Ивановна всем нравилась, так как давала много полезных советов по приготовлению лекарств из разных трав. Вскоре дедушка стал учить мальчика читать церковные книги. Господь, которому молился Коширин, вызывал страх у Алеша. Гулять мальчик не выходил, так как мальчишки колотили его до посинения. Позже дедушка купил другой дом, который был полон разными интересными людьми. Так его и заинтересовал человек, который постоянно что-то мастерил. Он учил Алешу говорить по существу. Бабушка и дедушка неохотно принимали его дружбу с их внуком и поэтому предложили ему выселиться. Алексей любил играть с детьми полковника Овсянникова. Как-то раз самый младший из детей провалился в колодец, однако Алеша вытащил его оттуда, но главой семейства был выдворен из дома. Про маму свою мальчик и не вспоминал. Однажды она вернулась в дом деду и даже пыталась заниматься одно время с сыном. Женщина всегда конфликтовала с дедом Василием, потому что тот заставлял искать нового мужа. И вроде нашел ей жениха, но женщина отказалась выходить за него замуж. Бабушка много рассказывала про отца Алеши. Вскоре в доме стали бывать братья Максимовы и Варвара сочетается с законным браком с одним из них. Алеша сразу не понравился отчим, а Кулина Ивановна, расстроившись, стала злоупотреблять спиртными напитками. Продав дом, дед сказал, что больше кормить бабушку он не будет. Он купил две маленькие комнатки, где и поселился. Через некоторое время появилась мать с отчимом, который забрали Алексея с собой. Но жизнь там была адской. Отчим избивал мать. Вскоре они вернулись к дедушке, где стали вести хозяйство раздельно. Через некоторое время вернулась к ним и мать мальчика с маленьким братиком, но потом она скончалась. Дед Василий заявил Алексею, что содержать он больше не может его и поэтому отправляет его в люди. Произведение учит милосердию и верит в то, что на жизненном пути обязательно встретятся хорошие люди, которые помогут.